27 сентября, открываю я инстаграм, и приходит мне сообщение. Зачем тебе? Что за конкурсы? Тоже взрослая, несвободная. Ничего не понимая, Лариса прошлась по ссылке и обнаружила ее фотография, размещена в группе девушки Нижнекамска. Без ее ведома и согласия она стала участницей конкурса, где парни лайками и комментариями выбирают самую красивую. При этом высказывания сильного пола зачастую носят непристойный характер. Так как я женщина несвободная, конечно же, у меня начались проблемы из-за этого. Много фотографий, много знакомых своих там, видите? Ну, человека 3-4 есть. И они тоже не знали и не присылали. У меня в руках еще один пример, как личное стало достоянием общественности. Это объявление было развешано по всему городу и на проходных промышленной зоны. Автор – обиженная жена. Все свои подозрения в измене мужа она в подробностях расписала на бумаге. И все бы ничего, вот только женщина указала все данные своей соперницы. Фамилию, имя, место работы, телефоны и в довершении ко всему ее фотографию. Действия тех, кто выносит частную жизнь на всеобщее обозрение, могут обернуться огромными штрафами до полумиллиона рублей. По мнению правозащитника, даже в этих двух случаях авторы могут понести уголовную ответственность сразу по нескольким статьям. Статья уголовного кодекса, как клевета, например, имеются признаки. Статья уголовного кодекса, так же, как нарушение личной жизни, неприкосновенности личной жизни. Статья кодекса об административных пронарушениях – это возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Есть и положение правового поля по гражданской части, это статья 152, защита чести, достоинства и деловой репутации. Юристы советуют не спускать такое на тормозах, доводить разбирательство до конца. К слову, женщина из объявления так и сделала. Уже написала заявление в полицию. Наталья Лушникова, Ракипов, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова